я знаю что долго держался рекорд 228 он прыгнул и долго держался рекорд но думаю что за метр 80 а я вот так ножницами конечно 16 а не давал и 54 год а раньше а может быть даже 44 не не это это пол а а а японии точно было 70 не ну да 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 ну пусть нет а да я и я на улице я думал часть арбанула францию там же все это русская русский налет такой дворянский есть покрыл покрылась русским дворянизмом патиной вот приезжаю поюта думаю может не рыбное место там там не ли он поехал ничего не версаль никаких вот потом подумал конечно же париж огромный город а потом они говорят да и сейчас швейцария ну и короче был везде и такую байку я сложил пел я во франции все аплодируют никто деньги в швейцарии с точностью наоборот никто не аплодирует но хочется артистов признания не только на карман но хочется что они они оценивают да конечно конечно вот поехал в испанию а это еще до евро там все аплодируют себя намешал а живы тогда в одноэтажной америке который писал еще никита сергеевич вот поехал и сострял делая такой краткий эмоциональный анализ его творчества я понимаю что ахуджава еще мало кем он при простоте изложения простыречивых вот ахуджава все не только вот так и так глубоко но и так то есть это какой-то удивительный на старом точилу ну точила ну кто не знает что там это лежат тесанный булыжник и такой как-то волной сделан господи сразу забыл олег дай и владимир иванович дай это такой симпатич там все будет все эту песню я не изменил может быть там на смерть ахуджава предсмертью он принял крещение и в крещении его имя Иван Иоанн это пояснение для того чтобы там какие-то строчки вам были понятны в это лето арбатский воитель канав в лету ушел в никуда приютила земная обитель сердце верное навсегда приютила земная обитель сердце верное навсегда ходики обеспеченные на стене идут времена сердечные поэты везут сердце не булатное в груди у него не вернём не вернём обратно не вернём его все застыло в безмолвном вопросе и поверить нам в это нельзя смерть с поэтами знается просто все поэты со смертью друзья смерть с поэтами знается просто все поэты со смертью друзья ходики скрипучи скрипучи охают снежи но ни в коем случае на них не греши ходики избушечка битый час пробит не поёт кукушечка видно крепко спит нам поэтов с другими не спутать уж такое он видать человек нашим душам пожизненность спутник отдежуривши прожитые наших душам пожизненность отдежуривши прожитые наливные ходики наивные замедляют бег Все мы не невинны, каждый человек Жалуйтесь на шалости, кто ему не брал. Ушел в ладша воде В заоблачный арбат. Ждет ли нас предстоящей встречи в предстоящих сердцах? Христиан жив, притеча, судьбой человечей умер, как Божий рад. И он жив, притеча, судьбой человечей умер, как Божий рад. Умер, как Божий рад, и его лад. Ходики неверные, верно отстают. Для него, наверное, ангелы поют. Май от них качаются только и всего. Но жизнь ведь не кончается с песнями его. Но жизнь ведь продолжается с песнями его. Шел троллейбус по улице, женщина шла и видит. И все мужчины в троллейбусе, Глаз не сводили с нее. Шел троллейбус по улице, женщину обогнал. И все мужчины в троллейбусе, Долго смотрели вслед, И только водитель троллейбуса, Он головой... Мне было радостно. Вчера показывали... Да, да, спасибо. Книгу учета. Блокнотик. Да. Показывали фильм о Иоанне Кронштадтском. Я люблю вот такой формат. Хотя у меня есть маленький, Боконтик тоже, но... Большому человеку большому. Ну да, формат. Сразу иначе. Большому, большому кормлю. Большое плавание. А вы с Дольским знакомы? Да, с Александром Крюковым. Как относитесь к Дольским? И, кстати, в каком-то смысле, Дольский также формировал, Ну и мое представление о том, Какая должна быть песня. А он еще и художник? Да. У него обысковка была и Аркадьевна. Я, к сожалению, не был на этой обысковке. Российская газета на Саратове. Слушай, а это, наверное... Ну ладно. У него сам художник профессиональный, старший с ним. Я не понимаю, что значит, профессиональный поэт, профессиональный поэт. Вот для меня говорят это профессиональный поэт. Ну, скажем так, что Дольский не профессиональный художник. А как то ведет? Образование не имеет. Образование не имеет. А, не имеет образований. А сын у него он закончил… Ну видя так просто на ребенке... Ну да, expected... Нет, я понимаю, что бывают люди, не имеющие образования, глазунов даже по-моему какое-то звание имеет академик он для меня не художник а пиросмане николас пиросмане для меня глыба какие вот это художник большой да 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 а он не как он не профессионал да я снимал когда они были маленькие мешали у него и отец писал картины снимать а вы меня здесь снимаете можно можно я венге сонетов которые он предложил 33 соната не случайно выбранное это число по возрасту христа правильно по возрасту по числу жизнь числу лет жизни иисуса христа и на по числу составляющей ингредиентов компонентов в или мир я все равно буду двигаться а а голос запишется а а может закрыть окно вам они мешать не будут первый венок сонетов два венка перетекающие друг друга первый венок сонетов называется сад камней второй называется каменный сад с эпиграфом из вольтера необходимо возделывать свой сад и также с эпиграфом из вольтера если бы даже бога не было его необходимо было бы выдумать но все в природе говорит что он есть пролог а звуки вели глаголь добро есть вот истина простая без искусства без искусства и верить ей не требует искусства храните в сердце всеблагую весть раскрывшего нам вечное объятие а жизнь и смерть конкретное понятие явил он смерть свою чтоб жизнь вдохнуть и искупить пропервого поэта химер греховных падших духов света грозил он божьим словом прямо в грудь а в чем же смысл от сотворения света рожденного чтоб смертью жизнь вдохнуть путь единственным вопросом без ответа истерся посох а кремнистый путь истерся посох а кремнистый путь Единственным вопросом без ответа Рожденного, чтоб смертью жизнь вдохнуть А в чем же смысл от сотворения света Разил он Божьим словом прямо в грудь Химер греховных падших духов света И искупил про первого поэта Яривший смерть свою, чтоб жизнь вдохнуть А жизнь и смерть Конкретные понятия Ярившего нам, раскрывшего нам вечные объятия Храните в сердце всеблагую весть И верить ей не требует искусства Вот истина простая, без искусства Азбуки, веди, глаголь, добро Сейчас я вам задам один вопрос А потом прочитаю пролог и полотно Кто такой про первый поэт? Или вы слушали только мелодию? Кто есть про первый поэт? Адам, наверное Адам, ты был про первый поэт? Великолепный ответ Поскольку да, действительно, речь идет об Адаме Вы, конечно, знаете православный крест И в основании Лобного места По преданию Покодится первый человек Мне надо понимать, что это конкретно Что это был Один человечек Типа Адам И от него отломали лебро И прочее Есть предположение Что первый человек был андрогиен То есть гермафродитен И что это была популяция людей Что это был совершенный человек Которому Бог поручил Либо ты туда, либо сюда Прошу тебя Вот Которому Бог поручил назвать Все сущее на земле И был единый язык на земле Было одно племя И так далее Ну а потом уже Изгнанное из рая И так далее И все прочее Тоже не надо понимать Что был какой-то рай Или что-то такое Просто структура света Сама структура света Она изменилась Она изменилась Но по причине Внутреннего ощущения Вот того первого человека Мы даже не представляем Вот почему Свои размышления О Бога человеке Так смело строит Корсавин Или там Бердер Вот Мы должны задуматься И конечно же Вы все взрослые Я вас не смогу научить Мы многое знаем Но у нас мало навыка В этом плане Молитва нас может научить Другим вещам Нам нужно тренироваться И следить за своими мыслями Просто тренироваться И так Пролог Ты не ушибся? Не видно Я же сказал Не садитесь Причем я еще раз разбег С небольшого С небольшого? Хорошо Немножко летает Видно Крылья как У дедала Азбуки Веди Глаголь Добро Есть Вот истина Простая Без искусства И верить Ей не требует Искусства Храните В сердце Всеблагую Весть Раскрывшего Нам Вечные Объятия А жизнь И смерть Конкретные Понятия Явил он Смерть Свою Чтоб Жизнь Вдохнуть И Искупить Про Первого Поэта Химер Греховных Падших Духов Света Проразил он Божьим Словом Прямо В грудь А в чем же смысл От сотворения Света Рожденного Чтоб Смертью Жизнь Вдохнуть Единственным Вопросом Без Ответа Истерся Посох А Кремнистый Путь Полотно Истерся Посох А Кремнистый Путь Когда-нибудь Он Сгорит В камине И Рукопись Сгорит Когда-нибудь И Слово Отмерцает Сердце Но Было Слово Знак И Звук И Суть Основа Света И В отце И В сыне Глаз Вопиющий В каменной Пустыне И Человек По имени Иисус Из уст В уста Воистину Воскрес И Вознесен На Вознесенный Крест Под Небеса Христос Из Назарета Во Имя Слова Что Взмывает Ввысь Неизреченным Словом Не Казнись Единственным Вопросом Без Освен Единственным Вопросом Без Ответа Блуждает Эхо В каменном Дворце И Истекает Тридцать Третье Лето В Терновом Окровавленном Ленце Кто Слышал Слово Нового Завета Кто Видел Свет И В Сыне И В Отце Сквозь Бездну Глаз На Восковом Лице Тот Встретит Утро Третьего Рассвета А Тот Кто Снова Поднимает Камень В сердцах На Брата Как Безумный Каин Чтоб Неживым Живое Зачеркнуть Тот Обречен На Жизнь Без Покаяния Тому Блаженной Боль Состраданье Рукою Милосердной Не Вернусь Рукою Милосердной Не Вернусь Серебряные Слезы Казначея И Поцелуй Слонит И Не Смахнуть Предательской Ночи В Час Отреченья В Беззвездном Мраке Свой Безвестный Путь Веряя Источнику Свечения Стою Берись Свечой Его Ученья Где Каждый Может Света Подчеркнуть Смотри Гончар Из Проданной Земли Глазами В Небо Камни Проросли И Приросли К Твердыни С того Света Так Обжигай Горшки И Очищай В Горниле Свет От Тьмы И Возвращай Остывшему Зрачку Значение Света Остывшему Зрачку Значение Света Прошу Как Узник Утренней Зари Сквозь Гессиманский Сад Плывет Планета И Постигает Возраст Тридцать Три Я Шел К Тебе Мой Бог На Голос Ветра Коснись Меня Сними Мой Грех Призри Бог Ты Плачешь Или Там Внутри Творише С тьмы Свою Молитву Света Когда В Тебе Я Обретал Опору Чтоб Вознести Свой Крест Высоко В гору И На Вершине В мир И ноль Шагнуть Я Повторял Твои Слова Смиренья Пречувствую Пречувствую За гранью Без Времени Глаголы Бытия Не Разомкнуть Глаголы Бытия Не Разомкнуть Не Превозмочь Их Кровного Течения И в Таинство Творца Не Заглянуть Случилось Тайна Тайная Вечеря В беззвездном Мраке Свой Безвестный Путь Веряя Источнику Свеченья Стою Перед Свечой Его Ученье Где Каждый Может Света Подчеркнуть Небесной Силой Грех Земной Оплачен И Богу Человек Был Предназначен Единственный И Альфа И Омега Бог Беремец Светится И Плачет Он К радости Скорбит И Это Значит Места Эт Вечность Белая Комета Листает Вечность Белая Комета Вселенские Страницы Бытия На Небесах Хранится Книга Эта И Втверби К ней Пробита Колья Страницы 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 Ходит Ходит За спиною Опять Она Страницы Чтоб Вечность 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 Небесах Вечность Страницы Вечность Вечность Страницы Имитатор Услужливый Он Жаждет Затянуть Живую Душу Серный Смертный Кратер Он Многолитый Но Никто Никто Небудь А Римский Император Реформатор И Руки Умывает Прокурата Чтоб Отдел Кровавых Отдохнуть О Матерь Человека Матерь Бога Твоя Дорога Скорбная Дорога Прости Людей И Нелюдей Прости Обрушится На землю Тень От Зноя Оставь Земле Свет Земной Открой Стезю В Терргист Открой Стезю В Тернист Пути Вообрази Что Вместе С Ним В Дозоре Ты В Мир Спешишь Сквозь Мировое Море Чтоб Чтоб Миру Бога Слова Донести Благою Вестью Сердце Просвети Земное Горе Временной Горе Преобразилось Слово На фаворе Чтоб Божий Образ Смог Ты Обрести О Матерь Бога Матерь Человека Пребудешь Ты Отныне И До Века Всех Нелюдей И Всех Людей Прости Падет На Землю В Полдень День От Зноя Остав Земле Суетно Земное Гончарный Круг Вселенной Раскрути Гончарный Круг Вселенной Раскрути Твой Разум Червь Сомненья Не Изгложет И Призрак Зверя Ставший На Пути Молитвенного Сердца Не Стреножит Кто Жертвенный Огонь Сумел Спасти Душевное Сметенье Превозможет И Дар Небесный Сердце Преумножит И Крест Земной Он Сможет Донести Вот Почему Так Щедро Вездесущий Дарует Хлеб Небесный Хлеб Насущий Небесный Небесный Предначертан Пламенный Черток В объятиях Творца Когда С повинной Ты Переступишь Каменный Порог В любви Отца Нет Меры Половиной Мы Связаны Единой Куповиной Святой И Грешный Человек На этом Обрывается Потому что Два венка Должны идти Друг на встречу С другу И Вы видите Что у меня Есть повторение Которое Не является Повторением Вот Для того Что Для усиления Смысла Вот Венок Строится Как я уже Рассказал По Модели Ну Бутылка Клейна Во всяком Случае Я был В Дельфах И видел Куб земли Он Фолос Так называемый Вот И Долго Рассматривал Что же Хотел сказать Автор Я понял Что это Коллективное Творчество И Понял Что Привязательно То Что я Понял Себе Это Сопрягалось С тем Что Мир наш Строен Вот Так Показать не могу Нарисовать Тем более Есть такая Как лихоида Но Это только Одна Веточка От того Что на самом деле И как протекают Все эти Смысловые Энергетические Душевные Духовные Потоки Я только Прочитаю вам Магистрал Из первого Венка Сонетов Чтобы у вас было Какое Хоть какое-нибудь Представление О том Что должно В итоге Получиться Вот Там есть еще Три Сонета Которые Являются Акро Сонетами В данном Случае Магистральный Сонет Который Я прочитаю Он Акро Сонет Ну Все вы знаете Что Акро Сонет Поэтому Вам А все знают Что такое магистрал Да Знаете Что такое магистрал Он объяснит Что такое магистрал Хорошо Но Магистрал Магистрал Это 15 Сонет В оригинале А у меня Получается Что Он Получается У меня 16 Потому что Есть пролог Потом идет Полотно Первого Сонета Где будут 14 А магистрал 15 Который Собирает В себе Первые Последние Стрешки Я до этого Рассказывал Даже Тебя Не Итак Истерся Посох Окремнистый Путь Единственным Вопросом Без ответа Рукой Милосердно Не вернуть Остывшему Зрачку Значение Света Глаголы Бытия Не разомкнуть Листает Вечность Белая Комета И тает В искрах Третьего Рассвета 4 года Еще можно быть Крепкой Не знаю 94 года Она на пассажок Крепка Мы уже все Пьяные были А там Она такая Давайте на пассажок Мы тогда Вроде нет А она берет Так И спасибо Просто раз Она попрохинула Мы стояли Просто Дождите Нет Ее не пробирает Просто Потому что В разумных Тетка Она Ветера Весет Нет Дело не в этом А потом А какой она Памятью обладает Она Уникальная Да Виктора Слова забывают А она Говорит Ты слова Неправильно Понял Кто Значит Начинает Петь Путать слова Да ты что Да Неправильно Она Рассказывается Да Да Уникальная Физионизм Но Она В цирке Тоже работала Она мне рассказывает Да Да Не только Топером А потом В Кишиневе Был Оркестр Которым Руководил Петр Левченко Да Они там Все Убежали Из Бухареста Он только один Остался А оркестр Все убежали А Баянова Там была В то время Она была Баянова Она Румынка А она В Кишиневе Жена А Она и в Кишиневе А муж Ее здесь Ира Где у нее Автограф Бал Она такая Что-то там Так Очень Баянова Баянова Она меня Она предала И друзей Она предала А каким образом Замата Как она Она предала Она предала Как она Раньше Она мне В любви Объяснила А просто Может у нее Что-нибудь там Не сейк Или Ее открутили Евреи Они по матери Считают Только по матери Смотрите Все знают Все знаю Я вчера Слушала До двух часов ночи Все это Ответ мне Почему Родословное Христа Ведется По мужской линии Это Вчера не говорили Ты она Выкручила Нет Я слышу Я слышала Такую версию Что Христос Был Осирийцем А я слышал Такую версию Что Христос Был Богом Воплощенным Это новая версия Воплощенным Богом Это не новая версия Это единственная Правильная версия Ну В смысле Я имела ввиду Что корни Как бы Мать Нет никакие Корни Бог создал Нас разными Цветными Для радости Нашей Все равно Будешь Как моего ребра Вот посчитайте У меня ребра Одного не хватает Придется тебе Для семей Мне уже Вырезать Еще одну Некого Делать Я хотел На Еве Сегодня Обещаться И она Говорит Нет Она была у меня Моя Любая Не Евой Она была Нет Еву Вот не дал А картина Оригинал Нет Оригинал Или она тебе дала Нет А вы хотели Знать Кто же Было Он слишком Было Бывает Люди знают Больше Чем сам Человек Такой Человек Это в небольшом Поселке Развод Бракоразводный Процесс Ну Говорит Чего Вас же Красивая Жена Ну Она Говорит Меня Не устраивает Ну Там Выкрик Из зала Говорит Поселка Устраивает А его Нет Как же Мои Устраивает Здесь тоже Бракоразводный Процесс Ну Почему Вы Хотите Запутано Хорошо Будем Слушать Стихи Да нет Обидим Обидим Наяжусь Обидим Наизусь Конечно Наизусь Это хорошо Наизусь Наизусь Он когда Прочитал Наитальян Выучил Итальянский В 45 лет И В 45 лет Выучил Итальянский Для того Чтобы Перевести Заново Когда Прочитал Чтобы Прочитать Данте В оригинале Сказал Что Лозинский Он Очень Глубочайший Человек Я Ставлю На уровне Спанченко С Лихачевым Могу Еще пару Слово Кто Действительно Понимает Глубоко Многие Вещи А у нас до этого Чей был перевод Лозинский Ну 46 Года Да И он Значит Владимир говорит Что Да Александр Панченко А еще есть По-моему Панченко Панченко Другой Да Есть Такой Правильно Он говорит Что Лозинский Во своем Переводе Данте Очень Польстил Сталин Это очень Кудрявая Мысль Я Не знаю С какой Сорны Прицепиться Бывают Такие Вещи Которые В руки Не даются Но Тем не менее Я уже Не стал Допытываться Итак Венок Сонет Строгая Форму Поэтическая В которой Должно быть 15 Сонетов И строится Очень просто Последние Сроки Первого Начинается Второй И так Далее Первой Строкой Первого Сонета Заканчивается 14 Начинается Магистральный Сонет Где Все Эти Строчки Первые Последние Они Вдруг Начинают Играть Много Венков Сонета Было Написано У нас Уже Более 700 Есть Есть Даже Корона Венок Это Все Спорное Потому Что Имеет Ли Смысл Имеет Ли Смысл Плотность Венка Вот Это Интересно Я Не Помню Городецкий Точнее Городецкий Да Оксан Вот Он Привел Стихи Тоже Поэту Не Помню К сожалению Так Быстро Он Переет А Стихи Следующие Ну Девочка Там Спела Ему Петенку Вот Да Все Хорошо Знаете Так 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 А Лучше Так Так Вообще Соизмеряйте Себя С Большой Поэзией Ищите Не Стихотворение А Поэзией Потому Что Стихов Написано Выше Крыши А Поэзии Мало Вот И Привел Такие Четыре Строчки Вот Это Я Запомнил Сейчас Еретиков Сжигали На кострах Но Страх У Инквизиторов Во взорах Тела Сжигавших Превратятся В прах Тела Сожженных Превратятся В порох Вот Ну как пример Это замечательно В моем Винке Дабл Двойной Винок Представляет собой Некоторую Концепцию Мироздания Извиняюсь за громкое Слово Концепцию Вот Известную Как лента Мердерса Вот Когда Одна сторона Переходит В другую И так далее Я думаю Что Это Точка Схождения Где Макромир Переходит В микромир Все эти Знаменитые Пузырьки Из Алисы В стране чудес И прочие Гулливеры Все это Существует Не фотосмагорически А Опять-таки По типу Аналогии И Пока Это на уровне Ощущений Интуиции Но Любая Вера Если она Искренняя Истинная Она Порождает Это Явление В природе То есть Мы иногда Воздействуем Своей Энергией На результат Вот Ребята Из Церна Рассказывали Что В одну смену Разогнанные Все эти Штуки В центрифуге Летят С тайкой Когда Дежурит Один В другой Ну так Вернемся К венку Самому Прочитаю Сейчас Пролог И эпилог Пролог И эпилог Я там Штул Зарезаю Наверное Хорошо Школе Учили На пятерке На пятерке Я Разгильдяем Был Страшно Я Не на кругу Не на кругу И пятерке У меня Разгильдяем У меня Только по Литературе У меня Тоже по Литературе Было Ну что еще Такое Литературу Я не считал За предмет Вы извините меня Поймите меня Правильно Потому что В детстве Я читал Раз в пять Больше Чем читаю Сейчас Я не понимал Как можно Литературу Пение Я тоже не понимал Что это за предмет Такой Ну а так Мы тренировались Физкультуру По шесть часов А физкультуру Я бы А Вот тебе Пожалуйста А да Как же так Где же физические Упражнения А мне не надо Я справлялся Ну я переломлю Ногами Хожу быстрее Тех Ну ты же не сразу Поломкал Да Естественно Ну что Линку Санна Долго Рассказывай Ну я люблю Эти экскурсы Ну все нормально Отлично Да Чтоб все было понятно Потому что Интересен Это я здесь Ааа Приятного Ну можно и сми Трамвай А трамвай Трамвай Как вы спите У вас тут так шум Так это помогает Ночью я не сплю Ночью они не ходят Ночью я работаю Да 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 Днем они тоже ходят Днем Ну ты понял Устанет за ночь И пойдет Спит лист Тут ходят Прямо под окном Это баку Ужин Правильно Ой А это что за улица Баку А вы друг Человек Такая узенькая Да Еще и трамвай ходит И нет 20 сантиметров рельс И туда проваливается Где же галерея туда Мы с вами два раза пошли Да А в 3 советах 20 Да 20 Тоже круглый Цель Да Шумнавак Тут у вас несколько Зато цель Да Зато и стоит Зато и стоит Треугольный Коллега Ты обещал Ты сводить Хотите сводить Это их проблема Я не суюсь Ему 29 лет Он с другом Мальчик Да Сколько же ты одаровал Ооо Скажи Вам тоже захочется Да Молодцы Молодцы Вот мне нравится Его конструкция Столько Сколько из них Опять же положим Что-нибудь Прохладно А что-то в этом Нет В рекомендах Ты ждет Пока Синитрич Я была Однажды Я бы с какой-то еще И сделала Вместо 9-ти метровой комнаты Я говорю Ну ладно Извините У меня 9-ти метровой комнаты А где освобождаете На крупной квартире Вот А почему вы не расъезжаете Я здесь уже ремонт сделал Здесь у меня Стены укрепления Расчищал Здесь это Все это было Я уже Это все мое Впервые За 37 лет Первая крыша над головой Я принципиально Не буду Разрежаться Первая крыша над головой Я ездил Опять Но не важно Ну как хорошо Я следил 5 или 6 вариантов Те люди Которые туда Купили 36 метров Здесь Рубинштейна Крюков канал Ну Какие варианты Были варианты Это было Когда 6 лет назад 8 лет назад Дослушайте И деньги В общем-то Небольшие Ну За 9 метров Конечно Это было Очень много Но Тогда И невозможность Первый Ресторан Отследил Люди Уже получили Двухкомнатные Квартиры Живут Вот Вы не согласны Что ли Я говорю Нет Я не согласен Тогда я буду ждать Когда он мне Даст государство Я тоже буду ждать Я хочу Дожить до этого дня И вот мы живем так Сначала Сначала Это было Вась Вась А сейчас Это Все Сопряжение Сопряжение Вот Я не касаюсь Люди живут Хотя Вход был А вот В ванную И сразу На кухне Прорубили Я прорубил Здесь дверь Отрезал Подрезал Там Поставил Стенку Вез Ванну Когда будете выходить Я вам покажу Какой был потолок Когда мы везли Во всех Санг Это сейчас Более-менее Мне не нравится Здесь все Нужно обменять А соседку Как бы выселить Никак Я ничего Об этом думать Не хочу Может быть Это послано Мне Как послушание Может быть Если бы я Разъехался И все У меня Перекосяк Пошло И вышел И трамвай А здесь У вас две комнаты У нее одна У меня три комнаты У нее одна А в трех комнатах Кто живет? Кто в трех комнатах Там слижение Я с женой живу Здесь никто не живет Она сюда приедет Это гостевая Здесь живет Здесь живет мой сын Вот Вовчик Последний мой сын У меня была жена Ему восемь лет Вот Восемь лет, да? Ну и А? Сейчас восемь? Да, сейчас восемь лет Там и двадцать девять Вам так? Здорово? Нет, а есть еще Еще есть? А есть еще не законно рождение Это интересно Куда вы попали? Нет, ну Куда вы попали? Мы попали Приличное общество Плати я не могу А там Нет, я вам Деверь в области Нет, он интересен чем? Совершенно разболтанный Мальчишка У меня все-таки Олег Который будет средний? Да, средний Ему 15 лет Разболтанный Ну С одной стороны Ленивый Разболтанный Немножко капризный Вот Троечник Но эрудит Шахматы играют Великолепно Вот А? Математики-то должен быть отличный Да, ну Непонятно Как-то вот он Учение ему Ну он читает Нужно популярные журналы Там Шахматы и математики Я в шахматы Великолепно играл У меня разряд был А был тройник Со мной сыграешь? Ему это же Это было когда? Это три разные жены, да? Шесть разных жен И шесть разных детей А-а-а Значит, помимо трех Которые вы рассказали Еще три Да А три мальчика Когда они сюда Все придут Они 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 Вашу фамилию Все Не все Вот Незаконные Какие нет Да Какие нет А Вот Законные Даже Уборщи Не имеет Никакого Да я не понимаю Зачем об этом заговорили в возрасте 14 лет не помню 15 рост у него был на то время 2 метра 7 сантиметра давно не созванивались нас восьмой но здесь живет старшие и средние и младшие дочки такие жены красивые кстати у этого самого как его зовут андрея кончаловского какогор с минералами прекрасно я сейчас буду читать нет ухты не несет вина сказал что курить позвонил и сказал что у него есть уважительно что он не дойдет не надо опять под столом на диване лежит поэт но он эти скажу он рассказал что там нужно было успеть до 3 он всю ночь несколько ночей печатал какой-то конгресс какой-то симпозиум подготавливаю серьезно отнестись да почему потому что это серьезно форма формула второе потому что это серьезная тема сонет сам по себе может такую не обязательно серьезную форму ну например такой сон но там есть всегда настоящая сон и должен иметь тезу антитезу анализа свитус как все другие самые можем сказать что петра англии английский это пятистопный ям французский шестистопный ям а итальянцы это один пятистопный ям и одиннадцати сложники чередующая мужская и женская века это это красиво это почему соноры соноры сонг переводится как песенка сонет это такая маленькая песенка раньше их пели сейчас уже не а в русских сон это русских сон это все так же кто как захочет маршак блестяще переводил шекспира замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов которых я твой образ сохранил к ним не пристанет грязь и пыль веков пусть опрокинет статуи война мятеж сметет творцов великий труд но врезанные в память письмена бегущие столетия не сотрут ни смерть не унесет тебя на дно не темного забвение вражда тебе